самая лучшая косметика природная она полезна как для кожи так и для организма в целом ее всегда изготавливали своими руками именно этим мы и будем заниматься постигая секреты красоты и здоровья добро пожаловать на программу природная косметика добро здоровься в эфире программа природная косметика в гостях у нас с екатерином она занимается вот проблемами с волосами хочет чтобы не волосы были красивые и ее интересует вопрос какие расчески лучше всего использовать для того чтобы волосы не секлись были красивыми и ухоженными пришла я в гости вот такой металлической расческой наверное у большинства такая расческа как-то не задумаемся от железной все что продается такой покупаем чешемся правильно или все-таки из натуральных пород лучше расчески лучше всего конечно использовать расчески из натуральных пород почему потому что все-таки железо оно будем говорить так волосы это мягче железо и в любом случае когда мы что-то используем какой-то материал который более крепкий более тверже нежели волосы волосы естественно будут у нас раниться они будут у нас там сектись они будут у нас ну как бы сказать ломаться да и так далее и тому подобное вот я знаю ты еще сама немножечко посмотрела про расчески что-то можешь сказать такие вот четыре мы уже сказали железно железную лучше всего не использовать потому что она не совсем и еще железно я знаю от него волосы электролизуются волосы если электролизуются если мы пользуемся какими-нибудь химическими составами там для волос что потом начинают электролизоваться волосы в реакцию вступает как бы железо ну да поэтому нежелательно дерево оно не вступает как бы в химическую реакцию с всякими там ну будем говорить дерево более нейтрально по отношению к волосам она более природная естественно более мягкая она уже за счет только одного этого не травмирует наши волосы да им более приятней расчесываться расчесываться вот сухие почти посеченные волосы какой-то да лучше всего расческой пользоваться не знаешь да но я думаю смотрите ли лучше всего используется пользоваться для того чтобы восстанавливать волосы вот чтоб не сухие не были лучше всего использовать березовую расчесочку она такая это дерево более женская она лучше всего подходит для наших вот таких вот волос если же у нас имеются какие-то проблемы с волосами а именно там перхоть какие-то там еще там плохие ну грибковые заболевания еще что-нибудь такое лучше всего использовать можжевеловую ну-ка чешистка будет хороший запах такой знаете вообще можжевеловая расческа ну будем говорить она способствует тому что успокаивает за счет своих вот за счет своих фитонцинов она отгоняет дурную энергию от нашей головы и в итоге в наши волосы будут расти лучше именно если мы с вами будем использовать расчесочку из можжевелова вот есть еще вот дубовые у нас расчески там такие вот дуб особым образом пахнет видите здесь смотрите какие большие промежутки между гребешками до между зубцами гребешком и я думаю что вот такой вот расчесочка ну-ка по расчесывайся что ты скажешь расчесывается лучше и особенно хорошо наверно расчесывать более густые волосы они ничем там не рвутся не травмироваться и само по себе дерево дуб способствует тому что оно служит это вообще-то мужское дерево на способствует укреплению волос то есть если вы хотите чтобы ваши волосы были такие крепкие хорошенько так росли были как дубки то лучше всего использовать до расчесочку из дуба но в зависимости вот от нужд вы можете использовать березовую расчесочку можжевелу дубу а также и из других можно деревьев все это использовать для того чтобы ухаживать за нашими волосами кстати дуб он немножечко вяжет и подсушивает поэтому его лучше использовать при жирных волосах вот эти вот свойства расческа должна быть чем-то покрыта там лаком или еще каким-то там или она тогда утратит свои свойства лучше всего вот как вот эти вот расчесочки у нас не покрыты никаким лаком вот особенно дубовая она вообще ничем не покрыта и сохраняет запах запах дерева да тем более запах должен быть у можжевеловой расчески никаких покрытий на можжевеловой расчески у нас с вами не должно быть потому что она наоборот должна передавать нам свои вот эти замечательные фитонциды и особенно хорошо расчесывать когда немножечко ну будем говорить когда мы сушим волосы потому что от температуры больше выделяется вот эфирных масел которые находятся в можжевел в можжевельнике и значит вот это все будет обеззораживает нашу кожу головы придает ей такой какой-то особый запах да вот теперь еще разок посмотрим мы минусы но я думаю минусов особо здесь даже нету просто я сейчас как раз рассказываю о том когда их лучше всего применять и вот теперь вернемся к березовой расчесочки видите рабочая поверхность рабочая поверхность она как раз сделана так что она ничем не покрыта а вот здесь просто-напросто у нас узор я вижу как выжгли вот поэтому вот эта часть она то не рабочая она просто-напросто создает нам лишнюю еще как бы сказать вот приятность да для красоты а это рабочая действует так как надо ну как правило как только конечно у вас зубчики по это повыламывается расчесочку надо менять где у нас образуется отрицательная энергия после того как мы с вами поволновались эмоционально да она образуется у нас здесь и естественно оседает на волосах у некоторых людей я знаю из программы получается они поволновались энергетика плохая осталась вот здесь вот в скальпе понимаете кожи и нарушилось питание волос и волосы выпадали вот так просто-напросто найти клочками поэтому для того чтобы мы с вами свои волосы сохранили важно важно деревянные расчесочки но я думаю использовать но можно сказать в течение полгода очень хорошо а потом новый потому что они дешевые так далее что происходит они просто напросто снимает отрицательную энергию вот после того когда вы поволновались там сдавали экзамены там какая-то ругань у вас произошла еще что-то придите и расчешите волос расчешите волосы и все это у вас оставится так раз 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 стряхните но все равно отрицательная энергия накапливается на расчесочки и примерно раз в полгода ее можно заменить да раз в полгода это будет очень хорошо просто на просто знаете дерево как раз сгорает лучше всего ее сжигайте и при этом представляете что у вас все ваши негативные энергии все ваши какие-то плохие там мысли неудачи все это сгорело великолепный магический прием который поможет сохранить здоровье волос на должном уровне на этом передачу мы заканчиваем добрым здоровьица до новых встреч помните то что полезно для вас полезное для вашей кожи отдавайте предпочтение природной косметики приготовлены своими руками с любовью к самому себе а мы вам в этом будем помогать вы смотрели программу природная косметика до новых встреч